В Челябинске прошел круглый стол общественной палаты области, посвященной рекламе на улицах города. Поводом стало обращение в городскую думу одного из горожан, попросившего запретить вывешивать на всеобщее обозрение рекламные вывески с непристонными слоганами и изображениями. Идею поддержали тысячи челябинцев. Героем дня стал Сергей Владимирович Давыдов, простой челябинский предприниматель, любящий муж и заботливый отец двоих детей. Он в одиночку решил бороться с засильем низкопробной и порой вульгарной рекламы на улицах города. Терпение у мужчины лопнуло, когда рядом с его домом повесили баннер с полуголой девицей, заманивающей прохожих в мужской спа-салон. Он сделал фото нескольких подобных билбордов в разных точках города и направил свою жалобу в городскую думу Челябинска. Такое ощущение, что просто берут за горло. Те, которые вешают, те, которые заказывают музыку, они просто наплевали на общественное мнение, наплевали на всех остальных. А мы просто ходим, утираемся, и такова жизнь, если им надо, пусть они это сами. Но это терпимость до каких-то пределов. Сергей Владимирович поддержал Союз женщин Челябинской области. Активистки помогли вынести эту тему на обсуждение в общественную палату региона. Главную поддержку общественники надеются искать в народе и призывают горожан быть активнее. Если сегодня общественность отреагирует на это таким образом, решительным образом, говоря, нет непристойной рекламы, я думаю, что это будет основанием для правоохранительных, для контролирующих органов более жестко смотреть на эти вещи. На сегодняшний день единственным органом, контролирующим недобросовестных рекламщиков, является, пожалуй, только Федеральная антимонопольная служба. Ее сотрудники рьяно отслеживают все нарушения, выигрывают судебные разбирательства и выписывают приличные штрафы. Но порой даже в рамках законодательства очень трудно доказать, что та или иная реклама является нецензурной. Поскольку реклама двигатель торговли, поскольку мы живем в рынке, запретить рекламу абсолютно невозможно, но повлиять на то, какая может быть реклама, и чтобы она была более этичная, более пристойная и соответствовала всем требованиям закона, вот как раз общество, все мы как раз можем. На заседании присутствовал и секретарь епархиального управления протеерей Игорь Шестаков. Он поделился с общественниками своим личным опытом. Как настоятель Свято-Троицкой церкви, отец Игорь сам не раз сталкивался с непристойной рекламой возле своего храма, в 20 шагах от которого находится ночной клуб. Нужно помнить, что духовно-нравственное состояние нашего общества, оно во многом зависит от того, что люди видят и слышат. Если они будут видеть и слышать заведомую гадость, да и покупать испорченные продукты, то я думаю, что у них испортится не только настроение, не только их желудки, но очень существенно повредится их внутренний мир. На общем собрании присутствовали представители общественных организаций и правоохранительных органов, сотрудники антимонопольной службы и Министерства образования. Все они войдут в рабочую группу, которая в ближайшее время подготовит пакет документов и писем в надлежащие органы. Спасибо. 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 Спасибо.